Приветствую вас! Честно скажу, что я не читал, значит, ответов экспертов на ваш вопрос, поэтому, значит, у меня, возможно, какие-то будут схожие мысли всем, что вам представили экспертом, потому что ответов довольно много, вот. Я попробую разобраться, значит, с тем, что вы написали. Значит, вы говорите, попробую описать свою проблему. Именно попробую. Здесь уже сразу проявляется ваша определенная неуверенность в себе. Неуверенность в себе. Вы не уверены, что есть проблема, вы не уверены, что мы ее правильно описали, вы не уверены, что вы правильно все понимаете. А это значит, что вы не прислушивайтесь к себе, а это значит, что вы себе не доверяете. Почему вы себе не доверяете? С каких пор вы себе не доверяете? Это очень важный вопрос. Мне 21 год, замечаюсь с девушкой 2 года. Значит, очень много недопонимания в отношениях, но все равно как-то держимся вместе, потому что любим друг друга. То, что держитесь друг за друга, вы, безусловно, малыши, это честно, достойно, достойно уважения. В современном мире другая бы пара на вашем месте уже давно бы рассталась, то есть в этом плане вы поступаете очень-очень-очень серьезно, и вы, и она, вы молодцы. Но, есть очень много недопонимания в отношениях, то есть в силе. Видите ли, вот это большая проблема. Дело в том, что вы вместе, ну, в принципе, не так-то много времени, объективно. То есть, ну, 2 года, это не так много, чтобы, можно сказать, прямо произошло вот что-то такое, от чего действительно родилось бы много недопониманий. Тем более, что вам 21 год. То есть, вы работаете, как я понял, она учится. Вот, то есть, вы ведете, ну, или что-то делать совершенно. В любом случае, ваш жизненный опыт, он вот как бы сам по себе исключает вот этот момент, момент недопонимания. Поэтому, то есть, у вас недопонимание есть, это проблема именно в том, что вы, значит, не разговариваете, не доверяете, может быть, девочке, настолько, насколько нужно. Не делитесь с ней, вот, тем, чем, ну, с тем, чем надо поделиться. Вот, вы этого не делаете. И отсюда, на мой взгляд, ваши основные проблемы идут. Из-за того, что вы не делитесь, вот, как раз, с девочкой, со своими переживаниями. Изначально не делились, изначально не делились, и вот, отсюда, значит, и трудности, и недопонимания. Значит, какие недопонимания? Почему вы, она, не можете обрисовать свои позиции так, чтобы каждый из вас понял друг друга хорошо? Чтобы не было недопониманий. Чтобы вы выработали какую-то позицию по отношению друг к другу. Чтобы вы понимаете, что, вот, моя девочка, например, хочет от меня, там, допустим, того-то, 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 того-то. Вот. И, соответственно, я ей либо это даю, либо нет. Либо меня это устраивает, либо нет. Либо она меня понимает, либо нет. То есть, вот, почему у вас, вот, у вас нету этих моментов по какой-то причине, у вас вот этих всех моментов нет. Они у вас отсутствуют, эти моменты. Вот это, на самом деле, самое плохое. Потому что, как бы вы сильно не любили друг друга, но если вы не делитесь, вот, не делитесь тем, что вас волнует, не высказываете свои позиции по тем или иным вопросам, то, естественно, возникает недопонимание. Потому что вы не рекомендуются откровенно друг с другом. Вы не вы. И отсюда возникают, естественно, нетрудности. Причем, трудности, что важно, совершенно неоправданные. Вот это вот тоже очень важный момент, что трудности, как бы, неоправданные. Они неоправданные, они, их не должно быть, но они есть. И из-за этого это вносит деструктив в ваши отношения, безусловно. По-другому здесь быть просто-напросто не может. Вы говорите, что началось все, значит, полтора года назад, когда девушка вам соврала. Вот интересный, получается, момент. Значит, вы пишите, что девочка, значит, мне соврала, и после этого я на себе замкнулся. И перестал. До этого был инициативный. Был гад побытий вперед. Очень много было планов на нас двоих. Было много знакомых друзей. Впоследствии, из-за того, что я на много в себе, люди стали постепенно уходить из моей жизни. У меня к вам вопрос такого вот плана. Девушка вам соврала. Вы начали тут же себя жалеть. Вы начали тут же себя низвергать в какую-то вот совершенно ужасную пропасть. И что происходит потом? А потом происходит такая ситуация, что вы, во-первых, суть по всему, не знаете, почему девочка это сделала. То есть у вас нет понимания того, зачем она это сделала. Что заставило ее вам, например, врать? Что заставило ее вас обманывать? Почему она это сделала? Это очень важный вопрос. И далее, почему этот обман спровоцировал с вашей стороны смену ценностных ориентиров, смену духовных ориентиров, смену ваших приоритетов и жизненных ценностей? Вот я бы очень хотел, чтобы вы на эту тему подумали. Что же это у вас за такие взгляды, что это у вас за такие ценности, что это у вас за такие желания, которые могут исчеркнуть, уйти из-за обмана девочки? Девочка вас обманула. Но почему вы восприняли это на себя? Почему вы восприняли это на свой счет? Почему вы не думаете, что девочка обманула вас? Ну, просто потому что обманула. Просто потому что у нее появилось какое-то там, ну, например, может быть, искушением, может быть, какой-то соблазн, может быть, просто слабость была и так далее. Это, в принципе, вполне нормально. Вот. Почему вы восприняли так негативно то, что она вас обманула? Да, обман – это, безусловно, неприятно. Это, безусловно, это факт, что обман – это неприятно. Здесь я с вами согласен. Но никакой обман не может изменить полностью человек человека. Никакой обман не может полностью переделать его же схему ценностей. А у вас, у вас именно это произошло. И я хотел бы, чтобы вы об этом подумали. Вы не пишите здесь о том, почему вы замкнулись в себе. Вы не пишите здесь о том, почему вы, значит, ну, перестали взаимодействовать со своими знакомыми и друзьями. То есть обманула вас девочка, а страдают почему-то ваши знакомые друзья. Знакомые друзья-то здесь вообще при чем? Ну, если обманула вас девочка, она вас обманула, хорошо, она поступила плохо. Это, безусловно. Но друзья-то здесь при чем? А вы, получается, замкнулись в себе и друзей полностью оставили. То есть, получается, опять же, неустойчивость ваших ценностей, неустойчивость ваших ориентиров, неуверенность в себе. Причем изначально эта неуверенность, она была. Вы жили изначально не для себя. Вы жили изначально для девочки. Вы говорили, что планы были на вас двоих. Вы готовы вылезти вперед, но как бы ради нее, но не для себя. А то есть из всего того, что вы хотели, что из всего этого было именно для вас? Вот как вы думаете, и что бы вы могли ответить на этот вопрос? Вот вы замкнулись в себе, потому что девочка вас обманула. Могу понять. Обиделись, было неприятно, хорошо. Но вы же полностью поменяли свою жизнь. Значит, получается, ничего из того, что вы хотели для вас двоих, ничего из этого вы не хотели чисто для себя. Это значит, что вы жили не для себя, а для пары, для нее. А это значит, что вы растворялись в ней. А это значит, что она перестала видеть в вас, собственно говоря, мужчину. Как такового. Потому что когда человек растворяется в другом, это всегда заставляет того, в ком растворяется, видеть себя, видеть в том, кто растворяется, самого себя. Это неприятно. И именно это стимулирует. Именно это стимулирует человека, ну вот, вести, собственно, какой-то вот другой, может быть, образ жизни. В данном случае это простимулировало вашу девушку вас обмануть. Именно потому, что вы, именно потому, что вы, чересчур сильно в ней растворялись. И здесь, опять же, ключевым фактором является вопрос. Что вам нужно для себя? Что вы хотите именно для себя? В чем вы уверены, именно и чисто для себя? Далее, конечно, было бы здорово, если бы вы рассказали нам о том, как девушка вас обманула, почему вы так были в себе, почему вы перестали общаться с другими людьми, и другие люди в чем виноваты. Здесь вам не хватает рефлексии. Но вы пишите, что ничего в поделах с собой не мог, не мог перебороться в себя. Опять же, перебороться в себя не нужно. Знаете, ваша основная проблема и здесь, и эта проблема, она потом там дальше немножечко проявляется. Основная проблема заключается в том, что вы пытаетесь, как бы, быть тем, кто вы есть. С кем вы были. То есть, вы пытаетесь быть тем, кем вы были. А это невозможно, потому что тем, кем вы были, вы получали вот такую вот ситуацию. То есть, вы получали обман, да, вы получали излишнее растворение в, ну, скажем, в девочке там и так далее. И вы, по сути дела, не имели собственных ценностей. И, наверное, как я думаю, как я подозреваю, не имеете собственных ценностей до сих пор. Вот что-то мне почему-то так очень-очень сильно кажется. Это значит, что вы не можете быть тем, кем вы были, потому что сама жизнь дает вам понять, что тот, кем вы были, не способен, он не способен выжить в мире, в котором вы живете. И вот по этой причине, как раз таки, по этой причине, вы и, значит, стали другим. Именно поэтому вы стали другим. Именно по этой причине. Не потому что что-то произошло с вами. Не потому что вы как-то, там, что-то, ну, что-то произошло, и вы можете вернуться обратно в то состояние, которое у вас было. Нет. Дело именно в этом. Как раз именно в этом все дело. В том, что тот, кем вы были, не был приспособлен для жизни вообще. И поэтому, по этой причине вы стали другим. Но этого другого вы себя не принимаете. Почему? Потому что быть нашим своим другим, вам нужно выстраивать новые линии поведения, вам нужно выстраивать новые ценности, вам, возможно, нужны другие люди. Я этот момент, этот момент не буду утверждать наверняка, но очень такое может быть, что вам могут быть нужны другие люди. Ну, по крайней мере, мне так показалось, что тому другому человеку, с которым вы стали, все-таки другое окружение и все-таки нужно. Ну, да, опять же, опять же, это мое мнение несколько, и я понимаю, что в данном случае оно может быть ошибочным, потому что, ну, все-таки, все-таки, все-таки вас, я в данном случае, ну, вот, исходя из того, что вы написали, в данном случае я вас не знаю. Ну, вот. Далее. Далее вы пишете такую ситуацию. Что от себя одиноким по этому поводу, но ничего с тобой пойдет не мог. Время шло, вроде как, смириться со всем, с кем она сделала. Опять же, вопрос, что она сделала. Вы именно смирились, но не приняли, не осознали, почему она так поступила. Вот, не проникли, если у вас нет, нету истинных представлений о том, что произошло. Есть представления ложные, есть представления идеализационные, но нету истинных представлений. Вот, иначе вы не стали бы писать, что смирились с тем, что она сделала. Вы бы сказали, что я понял, почему я так поступила. И вот это вот новое знание обогатило меня, дало мне новый опыт и так далее. Вот. Значит, то, что стал почти одинок, вроде бы просил, не с кем общаться. А почему вам не с кем общаться? Вот раньше было с кем общаться, а теперь вдруг стало не с кем. И для того, что девочка вас обманула, мы теперь стали постаривать, думать, что вас все обманывают, или что? Почему? Вот это одна на всех. Сейчас, где и на каком основании у вас начался перенос в сторону того, что сделала девочка на своих других и других людей, других знакомых. Не надо стоять беседы с ней, где я сказал, что мне кажется, что она меня разлюбила. Она задумывалась об этом, и, в принципе, я понимаю, что ей ответ положительный. После этого решили взять перерыв, она, он сейчас, все еще идет, мол, подумать, ну, или мы друг другу. Значит, если вы ее простили, то несколько странным выглядит ваша попытка с ней поговорить. О том, что она вас разлюбила. Если вы ее простили, то это значит, что вы приняли ее вот такой, какая она есть. Если это значит, что вы постарались принять ее такой, вот какая она есть, пусть и, там, ну, например, они не совсем идеальны, но вы ее приняли. И вместо того, чтобы стараться ориентироваться на ее чувства, на ее переживания, на ее потребности, на ее желания, вместо этого вы начинаете с ней разговаривать на тему того, что она вас разлюбила. То есть, по сути дела, вы начинаете предъявлять ей претензии и выяснять отношения. Это, к сожалению, позиция не та, которая стимулирует девушку к тому, чтобы быть с вами. Потому что вы и так были там, вы и так, значит, ну, не особо для нее там вот что-то делали, вы и так, значит, ее отделяли, как я понял, в чем-то. И теперь вы еще и пытаетесь с ней разговаривать о том, что она вас разлюбила. Это не из данных случаев логично. Если вы ее просили, значит, вы, по сути, дали себе зеленый цвет, а то, чтобы вновь возвращаться к активной жизни, к тому, что для вас цена, к тому, что для вас важна, интересна и так далее. То есть, к вам нужно на себе настрять внимание, а не на ней. А вы, значит, начинаете что-то от нее требовать. И в результате вы перекладываете опять же на нее ответственность. Вы перекладываете ответственность за ваше будущее и за вашу жизнь, себя на нее. И девушка, естественно, дает вам положительный ответ. Положительный ответ. То есть, вы говорите, что вот ты меня вроде бы разлюбила, и она говорит, ну да, я действительно чувствую, что я тебя разлюбила. А что она еще может сказать? Доказывать вам, что нет, но она не будет, потому что она считает, что она и так доказывала, что с вами, что она не бросила нас и так далее. Это видно по тому, что вы до сих пор вместе. И, кстати говоря, вы вначале написали, что вы держитесь вместе, потому что любите друг друга. И здесь, как бы, наблюдается, на мой взгляд, противоречие. Вот. Далее. Я понимаю, почему не успеть чувства. Так как я стал, грубо говоря, овощем, ничего не хочу, никуда не стремлюсь, есть работа, неплохо это зарабатываю. Но все это делаю без искривых глазах, мне безразлично то, что я делаю, не могу ничего с собой поделать. Так же, так, хорошо, давайте пока на этом останавливаться. Вы говорите, что я понимаю, почему у нее ушли чувства, потому что я стал другим, никуда не стремлюсь, ничего не делаю и так далее. Она перестала видеть вас с мужчиной, она перестала видеть вашу личность, она перестала видеть, что вы хотите чего-то для себя. И именно поэтому стало к вам относиться более холодно. Так почему вы, вместо того, чтобы заниматься собой и думать, что вы хотите, что вам нужно для себя, и на этом устраивать свой собственный фундамент, вы разговариваете о том, что она вас любила. Вы говорите, я ничего не могу с тобой поделать, мне нужен фундамент, опора, я хочу видеть ее рядом с собой, чтобы мне было куда стремиться. По сути, вы сейчас признаетесь в том, что вы зависимый человек, эмоционально и психологически вы зависимы от девушки, и она определяет то, как вы будете дальше жить. Может быть, это и хорошо было бы, если бы я девочку это устраивала. Может быть, хорошо это было бы, если бы вы были другим. Но для вас это плохо, и для ваших отношений это тоже плохо. И поэтому фундамент, которым вы так родите, и опору, которую вы так родите, нужно искать в себе. Опирает на свои ценности, на свои идеи, и на занятия той деятельности, которая вам нравится, и которая вас устраивает, которая вызывает интересы, и прочее, прочее, прочее. Что-то вы делаете сейчас, это как бы вы просите девушку, будь со мной, без тебя у меня нет опоры, и я предлагаю на тебя еще больше ответственности, потому что ты несешь ее не только за себя, но и за меня, и за то, чтобы быть моей опорой. Ну, естественно, девушка эта тяжело, и она от этого отказывается, естественно, она от этого отдаляется. Это нормально. Вот. Значит, очень трудно вкладывать в себя, просто, чтобы мне было от этого хорошо. Вот этому нужно учиться. Просто вкладывать в себя. Это важно. Вы не можете вкладывать в себя, не можете вкладывать в других. Если вы вкладываете в других, через это вы пытаетесь получить что-то за себя. Вы, человека, наделяете чрезмерным значением для вас, именно по этой причине, и происходит то, что у вас происходит. Просила я приеду к себе, но она мне отказала, так как у нее, значит, заложено то, что она не может жить со мной без брака и помолвки. Ну, сэмис, эту сэмис, нужно уважать. Я ее люблю. Она мне дорога как человек, поэтому хочу поменяться, но не могу, так как руки опускаются на первый день, или 22-й после какого-либо сморазвития. Приблизительно год я все пытался делать через силу. Вопрос в том, я не знаю, как мне опять стать тем, когда я начинал отношения, собрать вперед в будущем, чем-то заниматься, саморазвиваться. И я настолько закрылся в себе, что ничего не могу и не хочу. Значит, первое, вы свою девушку любите, возможно, и, возможно, она вам дорога, но вы любите ее нечистой любовью. Она вам нужна. Нужна как фундамент, как опора для своей деятельности. И это плохо. Поэтому, у вас любовь нечистая. У вас есть потребность в девушке, у вас есть в ней. Как бы через нее вы реализуете себя, и это очень плохо. Потому что, еще раз повторю, справедливо, точно, я вам говорил до этого, это очень важные все моменты были. Если вы ее любите, то вы хотите сделать ее счастливой, но сначала, в первую очередь, вам нужно сделать счастливым себя. А для этого не нужно зацикливаться на девушке, для этого не нужно стараться быть тем, кем вы были, ибо это невозможно. Опять же, я вам это говорю уже, повторять в данном случае не буду. Значит, первое, что вам нужно сделать, это перестать делать вещи через силу. Так вы никогда ничего не добьете, если будете делать через силу. У вас поменяли ценности, у вас поменяли приоритеты, приоритеты поменяли взгляды. Это все изменения, ну и на осознат. То есть, понять их. Увидеть, как они реально влияют на ваше поведение. Увидеть, как они реально влияют на вашу жизнь. Как они реально меняют вас. И только после этого, только после вот этого момента, когда вы все вот это поймете, вы постепенно будете делать себя нового. Не того, кем вы были, как вы говорите, до этого, нет. Тем, кем вы были до этого, вы уже не будете. Я хочу, чтобы вы этот момент, в этот момент, ну, старались понять, как можно лучше. Вы не будете тем, кем вы были. Вы будете новым. Но нового себя нужно строить. А для этого необходимо понять, что же именно с вами произошло. Используя рефлексы, интроспекцию и так далее. Для этого нужно понять, что с вами произошло. Какие у вас вещи поменялись. На чем теперь вы основываете себя, опираясь и так далее. Чем вы не уверены в себе. Чем вы сомневаетесь. Почему вы не живете для себя. Почему вы себя не любите. Почему вы не можете вкладывать в себя. Вот эти моменты все нужно вам прорабатывать. И, когда вы будете доверять себе, когда вы будете слышать себя, когда вы будете адекватно воспринимать себя, вы сможете выстраивать свою линию поведения. Именно свою и именно для себя. И в эту линию поведения для себя вы будете интегрировать других людей. Понимаете, в чем дело. Вот это принципиальная задача на сегодняшний день для вас. Если вы хотите свою жизнь поменять. Так что, так что, девушку пока давайте оставим в покое. Пусть она отдыхает от вас. А вам нужно заниматься собой. Девушке все-таки будет гораздо приятнее видеть мужчину, который четко знает, чего хочет он. Умеет заботиться о себе, потому что, черт, повторю, человек, который умеет заботиться о себе, умеет заботиться о других. Человек, который не умеет заботиться о себе, заботится о других. Чуть так, заботится о себе и тем самым вредит и себе, и другим. Что с вами и произошло. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Хотелось бы сразу сказать, что вам действительно необходимы личные консультации, на которых обязательно нужно подробно обговорить, что сделала девушка, о чем она собрала, какое это значение имеет вообще для вас, и самое главное, это перенос данного аспекта на все остальные ваши связи и коммуникации. Потери себя. Также сделаю отдельно отказать, что ваша неуверенность была еще до встречи с девушкой и до этого случая, вы просто ее не замечали. После этого она дала о себе знать, но это не значит, что ее не было. Проблема немножко глубже, либо в семье, либо в комплексах, которые появились у вас в подростковом возрасте. На этом все. Желаю вам всего доброго и удачи. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Удачного вам разрешения ситуации и выбора специалистов. Спасибо. 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 Спасибо.